Почти 250 российских школьников прибыли в аэропорт Владивостока после отдыха в Сандавоне, летнем международном лагере Корейской Народно-Демократической Республики. На Приморской земле юных путешественников встретила заместитель председателя правительства, министр образования Приморья. Она подчеркнула, что первая поездка в международный лагерь Сандавон прошла при содействии губернатора Приморского края Олега Кожемяка. Это большое событие для Приморья, потому что для нас очень важно вот эти дружеские связи, которые есть между детьми. Есть дружба между детьми, значит есть в будущем дружба между странами. Хочу отметить, что у нас между Северокорейской Республикой и Россией, а в частности Приморьем, не только вот такие обмены детские по лагерю. Мы ждем детей к нам. Мы на сегодняшний день все очень серьезно рассматриваем вопросы изучения языка, обмен культурами нашими. Поэтому на протяжении всего учебного года эта работа будет проводиться. И я уверена, что это даст плоды в будущем для всей нашей страны. Участникам смены в Сандавоне некогда было скучать. Они купались в Восточном море, плавали на парусниках, занимались альпинизмом и стрельбой из лука, играли в футбол, волейбол, настольный теннис. У нас была специальная программа, по которой мы действовали на протяжении недели. В нее входило посещение аквапарка, также поход на различные экскурсии, музеи и многое другое. Очень запомнился аквапарк в День России и День Кореи. День Кореи очень сильно постарались, чтобы удивить нас своими народными танцами, пением. Развитие гуманитарных, культурных, спортивных отношений между Россией и КНДР стало возможным благодаря договоренности лидеров двух стран – Владимира Путина и Ким Чен Ина, а также большой организационной работе со стороны руководства КНДР и правительства Приморского края. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом.